привет братцы рыбаки сегодня я хочу вам показать как очень быстро и легко сделать вот такую вот рыболовную приманку что-то наподобие мандулы всем известный но такую приманку вы можете прям очень легко сделать буквально минут за 5-10 работы из того что у вас найдется под рукой работает она поверьте ничуть не хуже покупных и самодельных мандул зарекомендовала себя она очень хорошо сейчас я покажу как ее легко сделать ну что поехали так для изготовления этой приманки понадобится два тройника один больше не меньше размера я не буду говорить каждый может подобрать под себя сам такой вот будет чебурашка заводное кольцо какая-нибудь ниточка но этот у меня уже готова я ее буду одевать вот сюда вот на нижний тройничок также понадобится проволока ты тут у меня с нержавейки сварочного аппарата и также мне понадобится медная проволока тоненькая само тело наживки я буду изготавливать вот из такого вот упаковочного материала не знаю как он называется он легкий плавучий и в себя не впитывает воду то есть я думаю у многих такой найдется также подойдет для тела любой там я не знаю тапочек либо вот это вот у меня была крючочница для зимних мормышек то есть вот такой тоже мягкий материал который не тонет сразу же ставлю маленький тройничок вот вот так скажем папироску будет вот такой вот хвостик принципе как я и сказал сюда можно взять обычную шерстяную ниточку намотать и также ее распушить дальше кушку тройника приматываем эту проволоку которая снежавейки надели ушка загнули и закручиваем выбрал специально тонкую мягкую в то же время прочную что можно такую крутить прям пальцами теперь вот так вот и наклоняем и делаем несколько оборотиков вокруг тройничка вот что должно получиться но дальше отступаем от края верхнего тройничка 8 сантиметров и откусываем отступил я с запасом потому что мне нужна всего длина между тройничками 5 сантиметров отмеряю 5 сантиметров здесь делаю загиб вставляю сюда второй тройничок который поменьше также его прикручиваю согнул проволоку и спокойненько наматываю вот что у меня получилось дальше взял вот этот уплотнитель отмеряю от вот этого тушка и до начала тройничка это будет длина заготовки тела и теперь ее надо сделать на конус так вот берем и по диагонали режем у нас получается вот две таких штучек дальше протыкаем тройничком маленьким узкую часть почти что около края и так вот надеваем на что должно получиться ну и точно также отмеряем и протыкаем большими тройнику такая вот заготовочка получается 2 будем ставить с другой стороны вот что должно получиться теперь беру медную проволоку протыкаем обе половинки этот хвостик поддерживаю и начинаю подтягивать и заматывать несколько оборотов сделал скручиваю и лишний обрезаю то есть как вы можете убедиться ничего сложного здесь в изготовлении нету такая вот приманка работает ничуть не хуже знаменитой мандулы зато делается на коленке можно прям перед рыбалкой буквально за несколько минут ее сделать и в общем когда вот все замотал вот такая вот получилась штуковина вот этот вот хвостик можно откусить было красивее последний виток я сделал за ушком маленького тройничка то есть вот здесь вот в этой части от тройника сама вот эта вот ушка как вы можете убедиться приманка у меня получилось всего лишь минут за пять может быть семь работ то есть ничего сложного нету и работает такая приманка поверьте не хуже мандулы теперь ее можно покрасить этот материал не боится ни лаков ни маркеров то есть можете его раскрасить в любой цвет какой он нужен и осталась последняя деталь надеваем на верхний тройник заводное кольцо и также сюда вставляем чебурашку это получается приманка не зацепляйка так как материал легкий при забросе чебурашка у вас будет на дне приманка будет вот так вот всплывать как вы можете убедиться получается грузик падает на дно она плавает и когда вы ведете она выпрямляется то есть принцип работы как у обычной мандулы но делается намного проще вот такая вот нехитрая приманка может появиться у каждого в родоломном чемоданчике работает она отлично как я уже говорил всем рекомендую кому понравилось это видео ставьте лайк кому не понравилось ставьте дизлайк всем спасибо за просмотр до новых встреч всем пока спасибо